Что такое соборование? Соборование это особое таинство, называется оно таинство еле освящения, но в просторечии, в церковном лексиконе больше прижилось слово соборование, хотя совершенно не совсем понятно почему, но вот так сложилось. Сначала о том, какова суть этого таинства. Суть этого таинства в том, что освящается масло, этим маслом помазывается больной человек, и если он помазался этим маслом, он веровал, и веровали те, кто его помазывал маслом, то он становится здоровым, он исцеляется от своих недугов. Чуть позже к этому присоединился как бы особый дополнительный молитва, скажем так, очень правильно, очень верно, молитва о прощении человеком забытых грехов. Действительно забытых, хотя я знаю, что многие пользуются таинством соборования для того, чтобы простились грехи незабытые. Они их помнят, но стыдятся, стесняются сказать об этом на исповеди, но они, как всякие люди языческого склада мировоззрения, они предполагают, что благодать же и зальется, и само это все мне простит и меня исцелит. Вот, ну вот, собственно говоря, сама суть таинства. Помазывается маслом, исцеляется, прощаются забытые грехи, как некий... Ну, считается, что если человек исповедуется чисто, живет перед Христом чисто, то есть не грешит и всех любит и верит во Христа, то болезнь может благодатью Христовой исцелиться, или, по крайней мере, человек поймет пользу от этой болезни, и вот и иман, она ему будет дальше не в тягость, он будет нести и понимать, зачем она ему дана. Вот. Получается все совсем не так. Основание таинства еле освящения, таинства соборовня, находится в словах послания апостола Иакова. Пятая глава. Да, но мы ничего из того, что здесь сказано, мы не делаем, поэтому ничего не получается, потому что, обращаю ваше внимание, вот, у апостола Иакова сказано, призовет пресвитеров церкви, то есть призовет несколько священников, несколько, собор священников, отсюда и соборовня, то есть несколько священников, молятся и помазывают одного больного человека. И поскольку они священники, поскольку они молятся, и он уповает на их совместную молитву, мы знаем из Евангелия, что если двое или трое согласятся просить о чем-либо, то будет им. И вот когда священники все собрались и молятся, все семеро, шестеро или пятеро за одного, то, конечно, и не просто там читают молитву, а молятся, веруя, что вот Христос в конце концов их поставил на это служение для того, чтобы ходатайствовать за людей и слышать их молитвы. Но неужели семь священников за одного больного члена церкви помолятся, и он их не услышит? Услышит и исцелит. Вместо этого мы видим одного священника, тридцать, пятьдесят, сто соборующих, и уже не молится никто. Никто. Не молится священник, потому что он не может молиться за всех. Это, ну, пока люди, конечно, там не понимают, что такое молитва, они думают, вот список написали, и священник его читает и молится. Нет, молитва, она может быть за одного, и все сердце вкладывается в эту молитву. Все, вот человек ищет, семь человек ищут, как исцелить одного. И они, по вере их, да будет им. Здесь он не может молиться за сто человек, тем более, что большую часть, он вообще их не знает, они приходят только на соборование. Он их не знает, и не знает, какая у них болезнь вообще. Ведь смысл-то в том, чтобы, ну, как-то вот походатайствовать. А он просто читает положенные молитвы, уставшие, измученные, помазать тридцать человек очень трудно, сложно, измученно. А те, кто помазываются, не молятся. А если, ну так, Господи помилуй, не молятся так, как молилась кровоточивая, не молятся так, как молилась хананьянка, у которой дочь была одержима, не молятся так, как молились те герои Евангелия, у которых умирал слуга или дочь, или кто-то там еще важный, значимый для них человек. Чтобы всего вкладывать в алитву. Почему они не молятся? А потому что они верят, что само по себе освященное масло их исцелит. Зачем буду молиться? То же самое, что мы встречаем в таинстве крещения. Почему люди не готовятся? Да вода сама по себе меня сделает христианином. Да не сделает вода тебя христианином, если ты все свое сердце не вложил в эту воду. Если ты всем сердцем сказал, я хочу быть с тобой, Христе, и исполнить все твои заповеди, ничего с тобой не произойдет. Если ты не молитвы веры нет, вот мы же, вот еще раз, и молитва веры исцелит болящего. Не помазанный елей исцелит болящего, а молитва веры исцелит болящего. И опять-таки предполагается молитва веры помазующих множество священников. Вот, ну пусть хотя бы он сам помолился, но он сам нет, он просто ждет, когда о него и зальют масло. Поэтому ничего не происходит. И я призываю, если по документам нашим церковным таинство или освящение, соборование осуществляется только великим постом, и это не случайно, если вы прочтете документы соборные, вы увидите, что потому что соборование очень связано с постом. Хоть какой-то подвиг, хоть какая-то вера, хоть что-то должно человек подвигнуть, чтобы получить исцеление. Вот я призываю всех, кто вот услышал это, услышал эти слова, когда вы будете собороваться. Когда мы не можем изменить так, чтобы сейчас семь священников соборовали и помазывали одного человека. Это невозможно. И я сказал это о том, чтобы вы поняли саму суть таинства для того, чтобы изменить что-то в сложившейся практике. Нет. Но когда вы сами захотите собороваться, помазаться, вы должны понимать, что само простое помазание ничего не делает, молитесь. Молитесь и веруйте, что это помазание вас исцелит. Все силы, всю свою молитву вложите в это таинстве, в это вот то, что там читает священник, то Евангелие. Ведь там читаются евангельские отрывки, которые как бы рождают нас веру, зажигают веру. Та же Хананиянка, которая исцелила свою дочь. Вот если мы вот услышали про нее, помолимся, как она, Господи, я как та Хананиянка, исцели меня, исцели, жить уже так не могу. Я хочу жить для тебя. Я хочу жить с тобой. Я хочу хоть остаток своей жизни провести в храме. Как сказала однажды во время Соборова не одна женщина. Старой человеке было далеко за 70. Она заболела, занемогла ногами. И она сказала во время Соборова, Господи, я до конца своих дней, пока дышу, буду ходить в храм своими ногами, только дай мне эти ноги. И она исцелилась. И до последнего, до 83 лет, с палочкой, с батажком, держась за заборчик, отказывалась от всех машин, такси, помощи, она дала слово ходить в храм ногами. Она ходила, да по следу однажды вернулась со службы, легла и умерла. Не, не умерла. И перешла к Богу. Вот. Вот я прошу вас, чтобы вы не стояли просто, чтобы вы молились, чтобы вы верили, вдохновляясь строчками молитв, и строчитаемых, и строчками апостола, Евангелия, вдохновлялись и подстегивали себя. Ну, дели бы себя, Господи, исцели, исцели меня, исцели меня. И тогда бы, действительно, была бы дана благодать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok